Доброго ранку! Усим салют! Рады витач вас у нашем Доброго ранку! А вы уже поспели поглядеть у Акенса? Так, там такая прыгажощь! За вакном небы картины, якого-нибудь знакомитого мастака! А я вось глядела и уявляла, быцем я сама малюю гэтую картину! Вось так, малюю саправдную вясну! Алиса, а чым бы ты вясновую картину хотела намалявать? Самым прыгожыми фарбами и яким-нибудь шаровным пэнзлем! Дзялчинки, а кто з вас ведает, дзе и чому зявился пэнзель? Я уявить не могу, что был час, коли мастаки не корыстались от такой необходной прылады! Скажу тебе больше, яны наводь не ведали, что такое можа быть! Кася, давай не будем гадать! Аспытаемся у наших разумника Лесика! Добро! Та ты зробим невеликая подорожжа у часа! Ой, я так люблю подорожничать! А на машине часу тым больше! Отправляемся у Китай! Усе ведают, что китайский алфавит складается с иерографом! Это такие специальные малюнки, яке могут обозначать на письме не кихук, а могут и целое понятие! Майстерство выводить иерографы – великая наука! И у Китая вучать к этому самого маленства! А пишут иерографы специальными пэнджеликами! Да, Квось, ранее китайцы брали бамбуковую палочку, а на концы промоцовывали кавалок шерсти соболя, те лисы! Гэта, соправдная каштомность отрымливается! Яшче китайцы могли упрыгожить свой пэнджелик каштоуным каминьям! Я б таким не писала, гэтые иерографы, а просто любовалась объем с ранницей до вечера! Лесик, Аня, уже таким пэнджеликам писали только иерографы, и усё! Так и было! Никто нам это подумать не мог, что ими можно створать картины! Ой, я обужала великий-великий аркуш паперы, и я почала выводить разные пейзажи! Мне сдаётся, что Касечка перш за усё намалевала свой портрет! Ой, это так! Девчонки, можете уявить, что спочатку з'явился пэнджелик опрос много-много годов папера? Ух ты! И можете аж чай уявить, что першые малюнки мастаки Китая поспробовали зарабить на панцеры черепахи! Ого! А коли з'явилась папера, почали малявать пэнджелик наёй? Правильно! Оказывается, у такой звычайной речи может быть такая дзюная история! Это так! А зараз давайте поглядзим мультипликационную историю! А кто з'вас хотел бы побыть капитаном корабля? Я, Вильмин! И я! Только их это, Вильмин, отказная справа! Ой, я была бы прихожим капитаном вели изданных корабля! Под белюткими-белюткими ветрыжими! А кто з'вас виды, з якого драва частей за усё обудовали корабли? Самые древалы дравнины! С дуба, с листовницы, клену и сосны! Правильно! Треба кап корабель добра тримауся на воде! Уси ведут, что древа не тонет! Але ёсть порода древал, які одразу идут на дно! Лесик, ты нас не подманываешь? Я вельми сурьёзный! Тады расскажи! Вельми-вельми подробязна! Расскажу и покажу! Запрашаю вас в виртуальный ботаничный сад! Ух ты! Якая прыгожая дравнина! А что за мастак я её расфарбавал? Гэта древа перацінера! Ця шчэ яго называют змяїным древом! За яхо незвычайны расфарбовки! И особливость змяїного древа у тым, что яго дравнина вельми тяжкая! И за усёй не трымаецца на поверхні воды! Такое древо одразу идё на дно? Ненавито так! Али майстры створать зёго смычки для скрыпки, ручки для мэблі і парасонов, і яшчэ розныя сувініры! А яшчэ треба дадаць, што гэтае древо не расте в шея за два метры! А гэтае древо, гномик, з нашими зоснами не параунаць! Али працаваць з гэтай дравниной могаць толькі майстры в шайшага класу! Які отсуды дорыць нам природа! А давайте зараз зробим перапынок і поглядзім цікавий мультфильм! Давайте! Дамівічок прабягаў і солодким почаставаўся! А мне здаецца, што добрым подарунком для дамівіка будзі мыла! Гэта яшчэ чаму! Тому што дамівіки увесь час не діхаваюцца, то за шафой, то под веником, яныш запэцхацца могуць! Правильно! Мэла самая тоя! Толькі дамівіки любять ўсё такое природное, натуральное! Я ведаю, што им падыці! Мэла з рослин! Гэта з яких таких рослин? І снує мнозство рослин, які і могуць замініць мыла! Адна ўсім добра вядомая! Гэта мыльнік! Калі яго патерці рукамі, адразу з'явіцца пена, як ў сапраўнага мыла! Адкрыю вам сакрэт! З допамогай мыльніку можна цуддоўна адчыстіць плямкі на адзіння! А яшчэ, такімі ж властівастями володаюць і бярозавыя лісточкі! Люді здаўна ведалі пра гэта! І тамо і мыліся, і мылі бялізна ў пені з бярозавыга лістя і пупышык! А яшчэ бярозавыя мыла і лекавае! Так што карыстя в яго ў два разы большая! Сябры, а вы ведайте, што мыла може замініць і гарчыцца! Ой, я ёй і істі не люблю! А вось атерці пляму ёй можна! А нашы пра-пра бабулі карысталіся гарчыццей для мыця посуду! Так што дарэці вашаму дымовічку харчыццу! Буде посуд допамагаць нам мыць! А нічо треба обовязково падчаставаць дымовічка цукерками! А цукерок зубы псаюцца! Лепш падчаставаць аго морквайці яблукам! Больш карысті буде! А давайте і мы зараз перакосим чым небыць карыстным! І разом з тым паглядзім мультфильм! ДАВАЙТЕ! Я хочу щонню на занятки пойти трошки раней! Ні, що на тебе гэта не подобна! Ты вирішила стати выдатницей? Будеш все поутарать перед занятками? Ні, гэта ти, Лесик, тільки про навуку і думаєш! Тады чому ты так рано на занятки побежиш? Я хочу пойти самой долгой дорогой! Кася, навож то? Тому, што я хочу як мага більш удыхачь вясновая паветра! Гэта цудовна ідея! А яшчэ, калі уважлива прыгледзіцца, можна зауважаць, што саправадная вясна ўжо прышла! Прагэта нам і шпаки нагадываюць, і ручаї на дарозі! Вясна прышла, але на шапкі дышаліки не забывайціся! І шастей усміхайціся, калі ласка! Соніка любіць ваші усмішкі! Тому дорыць вам веснушкі! Мы жадаєм ўщім добрага настрою, цудовных шаброу! І весновых веснушкі! Ой, і я ранію пабягу на заняткі, тому што хачу пачуць гуки весны! А хіба такі ёсні? Я дому! Толькі ў кожного яны сваі! Давайте разом паслухаєм ўйки весны! Цікаво, хто які пачуя! І ви шабри так зрабіця! Якую веснову мелоду пачуєць вы! Усё, я пабяг! І я так сама! Почакайте, почакайте! Давайте домуємся про нашу наступну сустрічу! І она відбудеться як завсё ты зранку! У нашім добраранку! Ме праспича! Ди, а ти!